Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал Настоящее Время. В эфире программа Археология. В студии Сергей Медведев. Поговорим сегодня о другой России. Не о политической другой России, а о той другой России, которую мы увидели на улице Никольской, которую мы увидели на улицах российских городов, 11 городов чемпионата мира по футболу, которые преобразились в течение последнего месяца. Дружелюбные города, работающая инфраструктура, улыбающиеся полицейские, толпы счастливых болельщиков, свобода на улицах России. Чем был чемпионат мира для России? Подробности в сюжете нашего корреспондента Ивана Воронина. Домашний для сборной России чемпионат мира по футболу стал самым успешным в ее новейшей истории. Национальная команда дала как минимум два повода для массовых народных гуляний в центрах всех крупных городов – выход из группы и победа в первой стадии плей-офф над Испанией. Улицы в едином порыве заполонили толпы болельщиков с триколорами, безнаказанно выпивавшие в общественных местах до утра и подзаряды «Россия, Россия», обещавшие назвать детей Игорем, в честь вратаря сборной, независимо от пола. Со стартом чемпионата мира внезапно совпало решение правительства провести самые непопулярные в народе реформы, в том числе повышение пенсионного возраста. На фоне головокружения от успехов сборной особо никто не протестовал, а глава правительства Дмитрий Медведев лично наблюдал за самыми драматическими матчами российской команды. Споры о том, уместен ли пир во время чумы, отделима ли политика от футбола, как болеть за сборную страны, яростно не поддерживая действия ее властей, и поддерживать ли, например, Хорватию, так называемую предательницу славянского мира, еще не утихнет. Это сюжет нашего корреспондента Ивана Воронина. А я хочу представить наших сегодняшних гостей. Это Константин Сонин, экономист, профессор Чикагского университета Высшей школы экономики. Добрый день, Константин. Здравствуйте. И Эльмар Муртазаев, генеральный продюсер проекта «Русские нормы». Добрый день, Эльмар. Здравствуйте. Вот я как раз оттолкнусь от «Русские нормы». Мне кажется, можно было бы с заголовком всего этого чемпионата взять «Русские нормы». То есть с точки зрения мягкой силы, с точки зрения пиару, стратегии, это было несомненным успехом России, этот чемпионат. Да, однозначно. Однозначно, неожиданно. Знаете, как мне кажется, сработала еще разница. Разница в ожиданиях и с тем, с чем встретились на самом деле. Можно сколь угодно говорить об успешности или неуспешности чемпионата в России, но то, что люди, приезжавшие в Россию, увидели другую картину по сравнению с тем, что они ожидали увидеть, это факт. Мне кажется, очень важно то, что приехали все, что так, так сказать, нервно ожидавшийся бойкот России провалился. Мне кажется, что бойкота со стороны болельщиков со всего мира никогда не ожидалось. И там первые же продажи билетов еще полгода назад показали, что сотни тысяч людей хотят приехать в Россию. По всей видимости, из Великобритании и Франции приехало меньше, чем могло бы быть. Но со всего остального мира приехало, как и должно быть на чемпионат мира, крупнейшее спортивное событие в мире. Ну, со стороны сборных, если говорить о неком подобии Московской Олимпиады 80-го года. В конце концов, даже Макрон приехал на финальный матч. Все-таки одна из вещей про Московскую Олимпиаду 80-го года, она научила участников всего спортивного действия, политиков и спортсменов, что это плохо. Что это в сущности самострел, когда Олимпиады бойкотируются. — Эльмар, а вы верили в возможность бойкота в самые тяжелые моменты российско-украинского противостояния во время сирийской кампании? — Да, верил. Надо же исходить из того, что мы тогда в 2014 и 2015 не очень понимали, как будет развиваться вообще ситуация. Она могла зайти в очень горячее, куда более жесткое противостояние. В этом смысле такая, скажем так, замороженная, замороженный конфликт, он дал возможность обеим сторонам сохранить возможность для чемпионата мира, для проведения чемпионата мира. — Причем я понимаю, что успех, он не только в том, что люди приехали, неожиданно очень хорошо отработала инфраструктура вся. Железные дороги, размещение, сколько, больше миллиона человек приехало в общей сложности? — Три миллиона, по официальной статистике, в гостуризм. — Три миллиона в общей сложности, я думаю, три миллиона посещений матчей было. — Нет, нет, нет. У иностранных туристов за время чемпионата мира приехало в Россию три миллиона человек, согласно официальной статистике. — Мне кажется, что все-таки эти ожидания, это нужно было какой-то негативной образ России внести, потому что наша инфраструктура, вот за исключением стадионов, которые были новыми, она все-таки сработала, как обычно работает российская инфраструктура. Но железные дороги в России — это не лучшие дороги в Европе, но в то же время они перевозят ежегодно десятки миллионов пассажиров и ходят поезда в основном по расписанию. То есть ожидать, что это бы провалило чемпионат мира, я не знаю, почему нужно было бы так ожидать. — Плюс еще я бы добавил, знаете, Россия оказалась, скажем так, в хорошей компании, потому что если бы, например, предыдущие чемпионаты мира проводились в Германии, а затем, например, в Великобритании, то, возможно, ситуация выглядела по-другому. А теперь давайте вспомним ЮАР, Бразилия, Россия, а впереди чемпионат в Кадре, в котором многое под вопросом. В этом смысле мы оказались в релевантной компании. — Но вот это одна из тоже важных вещей. Невозможно все время соревноваться с Германией, Великобританией и Францией. Конечно, мы гораздо более бедная, гораздо менее развитая страна. Технологии, дизайн, все что угодно. Организация у нас слабее, чем там. Но чемпионаты мира — это праздник для 200 стран в мире, и в большинстве этих стран инфраструктура хуже. Что же удивляться, что перуанские болельщики или венесуэльские, или из африканских стран радуются нашим аэропортом? Наши аэропорты лучше, чем эти аэропорты? Тут нет вопроса. — Здесь вообще очень интересный момент — изменение географии с мегаспортивных событий. Она смещается постепенно в развивающиеся страны, на развивающиеся рынки, в том числе страны с авторитарными режимами. — Телевидение, конечно, играет огромную роль. И вот в футболе это очень сильно заметно, потому что сейчас в футболе практически нет никаких национальных конфликтов. И наоборот, даже попытки их разжигать, они легко гаснут. Потому что сейчас во всем мире люди смотрят на Барселону, люди смотрят на Ливерпуль, люди смотрят на Парис Энджермен. И для египетского болельщика для них Ливерпуль — это место, где играет Мохаммед Салах. И там он играет с игроками сборной Бельгии, с игроками сборной Англии, с игроками сборной Германии. И, соответственно, для них это знакомые имена по спортивному соперничеству, а не про образ каких-то национальных хоров. — То есть это невероятные какие-то хабы, платформы глобализации. И крупнейшие международные клубы, и даже французская сборная. Вспомните тот скандал, который был с этими высказываниями о комсомольской правде, статья Аслановой. Что еще там, не помню, кто писал, что национальный фронт Мари Лепен не болеет за сборную Франции, потому что они как бы там не французы, хорваты. Как было сказано там же о комсомольской правде, последняя белая европейская сборная с белыми людьми. — Ну, понимаете, это опирается в какую-то совершенно ложную посылку, что Мари Лепен представляет какую-то более правильную Францию, чем Поль Пагба или Нголо Канте. Они такие же французы. Киллиан Мбаппе такой же француз, как Мари Лепен. И всегда политики хотят претендовать, что они вот французы. Но если Киллиан Мбаппе скажет, что Мари Лепен не француз, а мы настоящие французы, это будет не менее осмысленно. — Я как раз в этом смысле очень рад, что победила сборная Франции. Здесь процитирую нашего общего приятеля, знакомого Кирилла Мартынова, с которым мы вместе тогда смотрели. Могу нашим зрителям сказать, что Константин комментировал на одной из московских площадок финальный матч. И тогда же Кирилл Мартынов сказал, что он, хотя я тоже, и он, в общем, болели за Хорватию, но хорошо, что выиграла Франция, потому что это хорошо для Франции, как республиканского проекта. И это хорошо для Евросоюза, потому что это, так сказать, очень большая поддержка в смысле миграции, в смысле иммиграционной политики Евросоюза. — Я бы сказал, что победа Хорватии на чемпионате мира тоже была бы хорошей поддержкой для идей глобализации, потому что все-таки Хорватия — это страна, в которой 25 лет назад шла. Она участвовала в крупнейшем гражданской войне в Европе в последние 50 лет. И она вышла из этой войны и другие югославские страны, и они вышли не в состоянии вечного конфликта. Эти болельщики Сербии и Хорватии не дрались здесь. И даже когда в сборной в Швейцарии уроженцы Косова продемонстрировали какие-то жесты после голов ворота сборной Сербии и вышли со знаками косовскими, ну, как бы это что-то так прозвучало в медиа, но никто из-за этого не подрался. Эта проблема решена. Война закончена и закрыта. — Ильмаре, успех России или успех власти? Можно ли отделить одно от другого? — Знаете, наверное, к сожалению, мне бы очень хотелось ответить, что надо отделить этот успех России как народа, как страну. — Ну, отделить, конечно, невозможно, потому что сейчас это вещи, на мой взгляд, неразрывны. Тем не менее, мы должны понимать, что, я для себя понимаю, что, чтобы мы ни говорили, политический аспект никуда не денется. Но, тем не менее, я очень доволен, что люди увидели другую Россию. Россию, которую они не ожидали увидеть. — Она останется? Возможно ли, что она останется? Или это какие-то... Естественно, возникают вот эти параллели с 1957 годом, с первым фестивалем молодежи, со вторым фестивалем, с конкурсом Чайковского. Все эти оттепельные всплески конца 50-х. Что-то может остаться? — От конкурса Чайковского. Вот если вспомнить наше детство, которое было через... Мое детство было через 30 лет после конкурса Чайковского. А след-то остался, в голове-то осталось, что глобализация — это круто. Имя Ивана Клиберна знали даже те, кто никогда музыкой не интересовался. То есть как раз вот эти-то вещи, они и остаются. То же самое фестиваль молодежи и студентов 1957 года. Он остался... Его следы были на десятилетия. Это не значит, что такое событие может раз и все перевернуть, что история пошла по-другому. Но позитивный след, он точно остается. У меня как раз нет сомнений, что это остается. — А с политической точки зрения, Эльмар, я все-таки думаю, Катар будет, Россия сейчас была. Ну, Южная Африка уже достаточно встала на демократический путь развития. Ну, вот Пекинская Олимпиада 2008 года, мегаспортивные события, они каким-то образом модифицируют режим? Или это просто такие одноразовые пиар-акции по продвижению мягкой силы той или иной страны, и политически ничего не меняется? — Я думаю, в данном случае работает такая масса факторов. Пекин, безусловно, наверное, изменила. Потому что, и более того, это была дополнительная, знаете, маленькая чайная ложечка в процессе изменения глобализации страны. Но основной мотив глобализации Китая, как был, так и остается, это огромный бизнес интереса этой страны, развитие ее бизнеса и экономических связей. И в этом смысле Олимпиада в Пекине, безусловно, что-то добавила, но она не была существенным определяющим фактором. Что касается России, мы немножко забыли, что чемпионат мира, когда Россия выиграла чемпионат мира, она выигрывала в совершенно иной политической и экономической ситуации. — Давайте вспомним, это было задолго до Сирии, задолго до Крыма. — В смысле выигрывала, получала чемпионат мира. — Одиннадцатый год. — Да, да, да. — Это было 2 декабря 2010 года. — Да, именно. Это еще срок Медведева. — Совершенно другая страна. — Это другая страна. — У меня тут даже это немножко больше, чем это. Все-таки, мне кажется, привязывать происходящее в стране непосредственно к тому, кто сейчас находится у власти, это вообще неправильно. Когда великий математик Калмогоров доказывал свои теоремы, это было не потому, что Сталин. Когда Плесецкая танцевала, не потому, что Сталин и Хрущев. Я понимаю, что об этом трудно думать, но я не уверен, что мы полетели в космос, потому что был Хрущев. А был бы кто-нибудь другой, тоже бы полетели в космос. Я думаю, был бы другой лидер у России сейчас, тоже был бы чемпионат мира. Это не значит, что Путин не способствовал проведению чемпионата мира. Он лично ездил и убеждал депутатов, он выделял деньги. Но тем не менее, вот такой причинно-следственной связи, что то, что лидер сделал, все хорошее в стране происходит из-за того, что лидер этого захотел. Соответственно, все плохое происходит, потому что лидер захотел. Но это неправда. На другой стороне, сложно очень разъять это в голове. Тут играем, тут не играем. Тут приветствуем вот эту новую открытость России, то, что глобализация приехала в Россию. А тут вспоминаем голодовку Сенцова, дело Дмитриева и так далее. Вот эти вещи, вот эта двоякость восприятия, это невероятная шизофрения, при которой, так сказать, критически мыслящий гражданин воспринимал этот чемпионат, он остается все равно. Да, да, это сложно. Это сложно, когда, ну, так эту же сложность мы в истории все время видим, когда идет разговор о Сталине, и кто-то говорит, что в это время были какие-то успехи. Пастернак стихи писал. Да, Пастернак, это потому что Сталин, и Ахматова писала стихи. Мог же ее туда же куда можно дальше, там отправить, да и не писала бы она свое реквием. Так что это тоже заслуга Сталина, да? Или возвращаясь к футбольной теме, чемпионат мира 1978 года в Аргентине, с властвующим тогда режимом военных в стране, которая попозже приведет к национальному позору и катастрофе. Вот, я напоминаю, в 1978 году, и когда сборная Аргентины стала в первый раз чемпионом мира. В истории чемпионатов мира по футболу есть такие случаи. Мы, к сожалению... Не, ну а итальянский чемпионат, который Муссолини пробил 1934 года, второй чемпионат мира, фактически там же... Ну вот раз мы это упоминаем, все-таки надо сказать кому-то доброе слово, что вот Путин и руководство страны не попытались сделать то, что сделал Муссолини, и, видимо, пытались сделать аргентинские генералы. Никто не пытался каким-то нечестным образом куда-то продвинуть сборную России. Сборная России напряглась изо всех сил, ей, наверное, немножко повезло, она прекрасно выступила. А группа это чистое везение было, считаете, такая слабая группа? Да, это было чистое везение, кстати, вызванное в том числе тем фактором, извините, что Россия оказалась в числе маток группы, да? Нет, смотрите, по определению есть одна вещь. Сборная России не полагалась бы отбираться как одной из самых сильных команд, да? То есть, если бы сборная России отобралась бы на чемпионат мира как нормальной страны, то она попала бы в группу с двумя сильными командами. У нас ранее было известно, что она будет в группе с одной сильной командой. Но, честно говоря, были более слабые группы. Группа с Панамой и Тунисом в качестве более слабых команды, это была более слабая группа. Иран и Марокко. А разве это считалось какую-то статистику, что совокупный рейтинг, средний рейтинг FIFA российской группы был самый низкий? Но одновременно хочу сказать, что, несмотря на это, группы с высоким рейтингом, посмотрите, куда они пробрались по сетке. Это все-таки не тождественные понятия рейтинга FIFA и то, где оказалась команда в итоге. Я думаю, если бы сборная России выбирала в себе группу, она бы выбрала другую. Может быть, была бы Россия, Англия, Тунис, Панама, она была бы еще проще. Ну, то есть, простая группа, но бывают простые группы. Но здесь, да, здесь очень сложно. Действительно, моральные дилеммы, и можно говорить, конечно, о степени жесткости авторитарного режима сложно сравнивать. Мы можем сказать, что все-таки не было ничего похожего, не было попыток сделать сборную России, чтобы она получила что-то вне своих спортивных показателей плюс к этому. Во отличие, кстати, например, от чемпионата 2002 года, где то, что происходило на чемпионате с одной из стран хозяев, я имею в виду с Кореей, было за пределами добра и зла. Да, это для судейства, да? Да, есть версия, что это происходило, безусловно, что-то коррумпированное и неправильное. Есть версия, что это было мотивировано не хозяевами, а наоборот, хозяевы использовались как инструмент, чтобы остановить итальянцев и испанцев. Но это было позорно, и тут нечем гордиться и радоваться. Ну, в данном случае, да, мне кажется, сценарий чемпионата был совершенно неожиданный, был очень круто закрученный. Сложно даже отрицать его объективность. Неожиданность, но объективность того, что произошло, и, так сказать, продвижение неожиданной сборной России, и вот этот вот финал сыгранный. То есть какая-то невероятная открытость футбола, и, мне кажется, действительно, как бы к чемпионату не относиться, футбол показал, что это действительно отражение жизни со всей ее непредсказуемостью, но, тем не менее, объективностью результата. Продолжим буквально через пару секунд. И снова добрый вечер, добрый день, программа «Археология на волнах. Радио Свобода». В гостях у нас сегодня Константин Сонин, Эльмар Муртазаев, не только экономисты, экономические журналисты, но и страстные футбольные болельщики. И обсуждаем мы прошедший чемпионат мира по футболу в России и успешность его проведения, невероятное вдохновение общества, которое он вызвал. О том, как он изменил нашу страну, рассуждает социолог Левада-центра Денис Волков. Такие события, как футбол, спортивные победы, отчасти даже действуют на рейтинге власти, но, мне кажется, этот эффект не очень большой. Он особенно хорош и действует больше, мне кажется, когда настроение находится на подъеме, когда есть уверенность в завтрашнем дне, когда есть рост какого-то оптимизма, а когда настроения какие-то такие неопределенные, даже на спаде, как у нас сейчас, мне кажется, это действует, но имеет очень ограниченный эффект. Очень быстро проходят положительные эмоции, поскольку мы видели, что особенно на фоне объявления о пенсионной реформе настроения упали. Я думаю, что победы футбольные, они хороши, приятны, но спасти ситуацию это не сможет. Я думаю, что какого-то большого роста оптимизма футбольные победы не принесут. То есть, да, это приятно, это некоторая общность дает даже те, кто критикует власть, они тоже, многие из них радуются футбольным победам. И здесь можно ощутить себя, наконец-то, частью общества, частью страны. Я имею в виду те, кто против, которые часто находятся в оппозиции, особенно, может быть, после Крыма, когда было большое разделение, такое очень острое, между меньшей частью, которые были против, большей частью, которые были за. И такая неприязнь, антагонизм и так далее. Я думаю, что какие-то футбольные победы, они дают возможность это противоречие хотя бы на некоторое время о нем забыть, его преодолеть. Но я не думаю, что это будет действовать очень долго. Я думаю, что футбол прошел, чемпионат прошел, и праздник закончился, и начались будни, и все те проблемы, которые были, они выходят на поверхность. Снова те какие-то прежние обиды, прежние противоречия, я думаю, что здесь нужно намного больше, чем просто победа в нескольких матчах. Социолог Денис Волков в разговоре с нашим корреспондентом Иваном Ворониным. Мне кажется, он такую очень важную цель, здесь вещи зацепил Денис, то, что чемпионат был своего рода гигантским пластырем на посткрымскую Россию. И в смысле внутренних расколов общества, и в смысле вообще чувства некой такой обиды внутреннего общества. Особенно мне интересно было наблюдать реакцию многих своих друзей по Фейсбуку, которые, в общем, разделяют вместе со мной достаточно критическую позицию. И вот они прям с облегчением говорили, ну вот, наконец-то, можно, мы можем быть, я могу быть на Никольской улице, условно говоря, со своим народом. Вы действительно считаете, что это может продлиться? Или это какая-то временная вещь? Мне кажется, что вот таких праздников, это был праздник, и это сопровождался огромным эмоциональным подъемом, но трудно себе представить, чтобы какой-то праздник мог продолжаться целый год. То есть, как бы, все-таки хорошее настроение, ощущение, что страна, например, идет туда, куда нужно, оно не может поддерживаться целиком праздниками. Это настроение, оно все-таки связано как-то с тем, что происходит в будние дни. Мне кажется, что люди, все люди, и интеллектуалы, и неинтеллектуалы, и все люди, они воспринимали это, как это, именно как праздник. То есть, нет такого прямого переноса, что вот раз сейчас такой праздник, то это значит, что вся наша жизнь стала лучше. Это значит, что у нас есть прекрасный, чтобы был прекрасный праздник. Эльмар, было это действительно, вы считаете, было политически просчитано, социологически синхронизация с социальными, с жесткими социальными мерами? Пенсионная реформа, повышение НДС? Я думаю, что, конечно, наверное, кто-то принимал в расчет это обстоятельство, что сейчас мы можем незаметно так ужиком проскочить. Но, понятно, могу сказать, что со своего общения с людьми, как-то частично или полностью вовлеченные в процесс принятия решения, что никто серьезную ставку на это не делал. Давайте разделим. Когда мы говорим, например, о повышении ставки НДС, мы забыли, что на фоне пенсионных дискуссий произошло еще и это решение, то, наверное, такую вещь, ориентированную, конечно, в целом на экономику, но главный, пострадавший от которого бизнес, то есть куда более меньшая группа населения, то вот эти вещи, наверное, можно было бы реализовать, как-то замикшировать и так далее. Когда мы говорим, например, о изменениях в пенсионной системе, которую, значит, правительство подготовило, спрятать такие вещи за месячный чемпионат мира срока в месяц, но это несерьезно, это нереально, и там, в принципе, в правительстве это понимали. И хотя бы потому, что эхо этого решения, оно не будет продолжаться там месяц, два, три, мы будем получать, как бы, ответ, социальный ответ еще очень долгое время. Вот, так что нет, я не думаю, что был такой план, сейчас мы вот чемпионат мира, под чемпионат мира, под сурдиночку мы так пенсионную реформу и протащим. Сюда нельзя, наверное, говорить пенсионную реформу, да, есть вот эти вот, ну, собственно... Да, пенсионные преобразования. Да, преобразования, да. А эти новые кремлевские, ну, собственно, они не для радио Свобода, конечно, но вышли новые кремлевские темники для публицистов, нельзя употреблять, люди боятся слова реформы. Слово реформы ассоциируется с 90-ми и со всем плохим. Негативно окрашивает. Но это как раз реформа тогда. Да. Ну да, если бы мы были с вами сейчас на, так сказать, таком лоялистском телеканале, нам бы нельзя было говорить под пенсионную реформу. Пенсионная коррекция. Понятно. Да, я вот как раз хотел поддержать то, что сказал Эльмар. В принципе, это вообще такая есть общая российская логика, что неприятные новости поступают летом, когда народ пассивен и занят другими делами. Есть там чемпионат мира, нет чемпионата мира. Как бы все объявляется летом. Тем более это вписывается в некоторую логику выборов в марте инаугурации, инаугурации в мае. И формировали правительство. Кроме того, надо понимать, что пенсионное преобразование, а также преобразование нового на добавленную стоимость, это же решение о них принято не в тот момент, когда они объявлены. А если выделять этот момент, это в тот момент, когда стало ясно, что президент Путин пойдет на новый срок и пойдет на новый срок с программой, которая, грубо говоря, состоит в том, что все остается как есть. Это как бы просто следствие из этого. И, собственно, все, кто наблюдали, не было никаких сомнений, что будет реформа пенсионного возраста. Потому что если мы никак не реформируем расходы, если мы не собираемся снижать геополитическую активность, не собираемся снижать расходы на военные нужды, значит, пенсионерам придется подвинуться, потому что здравоохранение и образование подвинулись уже. Там уже не особенно можно сократить дальше. Политика отсрачивать, простите за выражение, она дальше не работала. Это понятно, объективная логика всего происшедшего понятна, но она интересна. Она объективная в рамках того решения, которое было принято кем-то или элитой, что мы довольны тем, что происходит. Мы считаем, что не нужно реформировать военную промышленность и не нужно пересматривать геополитический курс. Из этого вытекает коррекция в доходных сферах бюджета. Вы знаете, я хочу сейчас вернуться опять-таки к названию проекта Эльмара «Русские нормы». Я в этом чемпионате увидел какую-то невероятную, совершенно бешеную и тоску по нормальности. Усталость нации от войны, от непрерывной войны. И вот это дали месячный вдох один, какое-то окошко, когда можно обняться с немцем, с англичанином, сфотографироваться, с бразильцем. Так сказать, отставить какие-то расовые вот эти все идеи, там, сексуальные. То есть были какие-то эти вещи, понимаете, пробрасывали, что там, так сказать, что там русские девушки гуляют с иностранцами, что бойтесь, боритесь за расовую чистоту. Но заметьте, общественной реакции на это не было. То же самое, когда сенатор Клинцевич попытался там что-то раздуть вокруг высказываний хорватского защитника Дамагоя Вида. Это создало некоторую медиа-сенсацию, но люди на это никак не реагируют. Это подтверждает мысль, что действительно от конфронтации постоянной есть некоторая усталость. То есть неожиданно социально, мне кажется, чемпионат копнул немножко в толщу и увидел, что у людей невероятная вот этого от посткрымской России накопилась усталость от всего этого страшного совершенно вот этой крымской пропагандистской накачки. Вот в каком-то смысле, если говорить про правильное решение власти в связи с чемпионатом, то правильное решение было не использовать его, не пытаться его подшить вот в эту посткрымскую историю. Заметим, этого ничего не было. Были когда-то разговоры, что это похоже на гитлеровскую Олимпиаду 1936 года, но там это было как бы мировое событие, вписанное в огромную внутривнешнеполитическую пропаганду. У нас, по всей видимости, я не знаю, осмысленно или не осмысленно, но никакой попытки такой не было. Нет, не было никакой попытки что-то пропагандировать с помощью чемпионата мира. И это оказалось невероятно удачным. В подтверждение, помните, это высказывание Липецкого губернатора после поражения сборной Германии, который тут же, в соответствии с идеологическими штампами, с пропагандистскими штампами, отослался к итогам Второй мировой войны. Насколько я понимаю, окрик был мгновенный. Даже не только окрик, но опять-таки, не было такой реакции, не было, что люди начали это прям плюсовать, что вот наконец кто-то сказал правду. Не просто плюсовать, я на комсомольской правде, мне ради интереса зашел на форум на это сообщение, вот, это вам не аудитория, так сказать, там, либеральных, это из, там, примерно трехсот сообщений, примерно девять десятых идиотов. Но это же правда глупое высказывание, потому что ты делаешь, что здесь не нужно никакой стратегии, чтобы сказать, что идиот, но это глупое высказывание, какое это имеет отношение к войне, не имеет отношения. И коммерсант ФМ тоже тогда прокололся, но они очень быстро удалили свое вот это сообщение, что немцы не побеждают на русских полях. Да, вот интересно, что, ну почему на этом не попытаться построить какую-то новую реальность, да, мы увидели опять-таки за этот месяц Россию, которая не приемлет расизм, не приемлет сексизм, не приемлет вот эти реваншистские заявления Липецкого губернатора и еще какие-то. Почему вот из этих росточков, или может быть что-то, может быть сложится в какой-то пазу? Константин знает это замечательное выражение среди экономистов и экономических журналистов, появившихся много лет назад, что провалы, что блестящая монетарная политика никогда не компенсирует провалы институциональны. Вот, перефразируя это знаменитое выражение, спустя много лет, можно сказать, что блестящая организация чемпионата не сможет и никогда не компенсирует общей стратегии развития страны. Отсутствие институтов. Все-таки я хочу сказать, что чемпионат мира это огромное эмоциональное событие и мне кажется, что будут большие положительные последствия для российского футбола, но вообще чемпионат мира это слишком маленькая вещь, чтобы повлиять на судьбы России, как расходы это очень маленькая часть бюджета, чтобы повлиять серьезно на цифры ВВП, так и чемпионат мира, это не такое большое дело, чтобы поменять курс истории. А те люди, которые праздновали на Никольской, вот опять-таки наш общий знакомый Саша Морозов считает, что это рождение политической нации. Можно ли это? Нет, на мой взгляд, никакое это не рождение политической нации, это просто люди, хотевшие праздника и получившие его. Это здорово. Вспомнить ту же самую Аргентину, я уверен, что люди, которые радовались, диктатура военная в Аргентине пала не тогда, когда люди радовались победе, а когда войная диктатура доуправлялась до экономического кризиса и устроила военную авантюру на фолклендах. Вот тогда народ стал просыпаться. Мне кажется, что в праздновании на Никольском вообще во всем отношении есть очень большая адекватность. Люди это воспринимают как просто праздник, но не больше того. Может быть, если бы люди задумались про это в терминах пир во время чумы, то может они бы не так радовались. Но это просто пир. Ну вот вспомните, да. Да и чумы нет. Ну, неважно. Вспомните беспорядки на Манежной или, извините, там, к сожалению, даже в Париже празднование чемпионата мира вылилось в массу инцидентов. В России эти празднования победы сборной России в целом прошло мирно, доброжелательно и так далее. Для людей это был просто праздник. Ну, это здорово, что они есть. И все же я сейчас думаю с точки зрения более широкого позиционирования современного российского режима в международной политике. Я тогда еще в самую первую неделю чемпионата написал колонку. И сейчас по-прежнему я придерживаюсь точки зрения, что чемпионат закрывает огромную совершенно главу после 2014 года, когда Россия, казалось, ну, собственно, и является, но воспринималась на Западе как страна-ревизионист, сломавшая мировой порядок, которая ломает все правила, которая должна быть под санкциями, которая исключена из всех международных институтов. И вот это вот футбольный карнавал, футбольный праздник как бы снимает всю эту тематику, происходит нормализация не то, что России, а нормализация именно путинской, посткрымской России. Ведь посмотрите, Трамп в это же время говорит, что ну, пускай это какие-то пробросы признавать Крым, возвращать Россию в семерку. Там тот же Макрон приезжает, стоит рядом с Путиным на закрытии чемпионата мира. Не является ли это признаком, так сказать, окончательно, что, так сказать, Путин опять всех переиграл с этим чемпионатом? Ну, я не знаю. Мне кажется, что вот влияние Путина в мире, оно связано не столько с тем, что он делает и говорит, это не помогает его влиянию, а это связано очень с тем, что вот был огромный, огромное изменение мировой, глобализация, и последние, там, не знаю, годы наблюдается от этого откат. Этот откат по-прежнему ничтожен по сравнению с тем путем глобализации, который пройден там с 90-го года. Но он очень заметен. Он заметен в Англии, он заметен в США, он заметен у нас. И вот то, что как бы антиглобализация в Англии, в Европе, в Америке, это как бы, это то, что соотнесено, это те люди, которые как бы воспринимают Путина как одного из, я не знаю, там, если не лидеров антиглобализации, но хотя бы людей, делающих что-то, что им по-своему близко. Но я хочу сказать, что вот эта вот волна антиглобализации, она меньше, чем волна глобализации, но она уже тоже немного захлебывается. Про Brexit мы уже знаем, что английский избиратель сказал не так быстро. Сейчас будем все заново передумывать. Трамп пока что сделал, он попытался сделать практически все, что обещал, но это куда меньше, чем надеялись его избиратели. Но то же самое... Осталось дождаться России, да? Ну, я бы сказал, я по-прежнему считаю, что вот то, что произошло в 2014 году, это и трагическая ошибка, и неправильные действия, и то, что происходит с тех пор, это хоть в какой-то степени откат от этого. Я бы лично хотел, чтобы этого отката было больше, чтобы Россия меньше занималась геополитикой, чтобы были выведены войска из Донбасса, конечно, чтобы по Крыму были более открыты к решению проблем. Но я считаю, что с тех пор, вот это то, о чем вы говорили, все-таки происходит возвращение к нормальности, пусть и не такое быстрое, как хотелось бы. Ну, вот очень важная вещь здесь, говорит Константин, я даже не знаю, могу ли я согласиться. Эльмар, вот вы как думаете, действительно, вот это были какие-то эксцессы антиглобализации с Трампом, с Брекзитом, с тем, что Путин уже на протяжении там последних десяти лет, наверное, продвигает, но в особенности после 2014 года, с неоконсервативным реваншем в Восточной Европе, с новыми тенденциями протекционизма, что это все вот как у Хантингтона, да, так сказать, вот эти демократические волны накатывают демократии, потом откаты там 20-летние, потом опять накат волны, потом это что, временный откат и глобализация неостановима? Я считаю, что глобализация неостановима. Я считаю, что то, что происходило в последние 3-4 года на Западе, единственное, что я бы сделал поправку, я единственное не соглашусь с Константином в одном, я думаю, что поведение России 14-го, позже, было продиктовано, возможно, это ошибка, возможно, это там следствие какой-то ошибочной игры, но, к сожалению, это нисколько, никакая не реакция ни на глобализацию, ни на антиглобализацию, это вызвано абсолютно внутренними, как вы, наверное, согласитесь, внутренними причинами, внешними причинами, представлениями о том, о месте России, о том, что ее обижают и прочее, прочее, прочее. Поэтому, возвращаясь к вашему первому вопросу, Сергей, скажу так, Россия, мы пытаемся усмотреть признаки нормализации, на мой взгляд, я в этом смысле, к сожалению, пессимист, мы пытаемся увидеть признаки нормализации там, где их нет, потому что, говоря о том, что происходит в стране, и говоря о том, что будет происходить в стране, вы знаете, что будет происходить в стране России через 3 месяца? Я нет. Я имею в виду с точки зрения политических решений и грядущих политических решений. У меня иллюзия, что я знаю, что вы. Это большой вопрос. Это одна из вещей, которую я хотел спросить, вот когда закончился чемпионат мира, вот как говорят американцы, what's the next big thing? Какая будет следующая большая идея, большой как бы мегапроект для власти? Будет ли это отыгрывание того воздуха, который появился в обществе, все здесь чемпионатом, новые репрессивные политики? Я считаю, что ничего не будет. К сожалению, есть разные внешние триггеры, которые могут что-то спровоцировать. Например, я не думаю, что в российском руководстве есть какие-нибудь планы по, скажем, я привожу это только в качестве примера захвата Казахстана. Но если, например, умрет президент Казахстана, которому уже очень много лет, и там развернется борьба за власть, подобная украинской, то это может быть таким внешним шоком, что российская власть не удержится от того, чтобы в это вмешаться. Мы знаем, например, что это было очень мудро. Россия не вмешалась в аналогичную борьбу в Кыргызстане 10 лет назад. Но вот в 2014 году не удержалось от участия в сущности абсолютно внутриукраинском конфликте, который был не нужен. И вот впоследствии этого мы... В смысле, вмешательство было абсолютно не нужно. Но кто нам гарантирует, что не будет нового внутриукраинского конфликта? Например, во многих странах есть проблемы и без российского вмешательства. И я уверен, что в Кремле никто не сидит и не готовит планов захвата Киева. Но представьте, что у них там начнется новая волна своей внутренней борьбы. Мало ли тогда какие планы появятся. Могут готовить какие-то планы на российское общество, на некую новую волну борьбы с оппозицией? Другой пример сейчас. Внутри последней реакции встречи Трампа с Путиным. Новый виток внутри политической борьбы США. Возможное введение возможных нового пакета санкций, о которых говорит Сенат. Ультр-жесткие санкции против авторов госбанков и прочее-прочее-прочее российское. Мы знаем, какова будет реакция России на это? Я нет. Если вы знаете, я вам завидую. Я не знаю. Например, Иран. Иран это огромная страна. Более бедная, чем Россия. Но более крупная, чем Россия. Ему, например, на ужесточение санкций так никогда и не удалось отреагировать. Кроме того, что им стало намного хуже. Поэтому я не уверен, что тут есть какие-то возможности. Особенно для реакции. Я под реакцией понимаю реакцию не только вовне, но и внутри. Я об этом. Я не знаю. Мне кажется, что борьба с оппозицией была бы большой ошибкой. Потому что, как известно, стабильность в обществе и в стране можно нарушить, грубо говоря, двумя способами. Это то, что оппозиция начнет брать власть. Мне кажется, такого риска у нас нет. Но также есть и другой способ нарушения стабильности. Это то, что война с оппозицией примет такие формы, что те люди, которые не думают о себе, как оппозиционерах, начнут думать. И режимы прекрасно падают из-за излишнего закручивания гаек. И мне кажется, что в Кремле должны были бы понимать, что больше риск перезакрутить и сорвать резьбу, чем то, что она недостаточно закручена. Чемпионат ставит большие вопросы, в том числе относительно эволюции российской власти, эволюции российского общества. Продолжим буквально через пару секунд. И снова добрый вечер, добрый день. Обсуждаем итоги чемпионата мира в России, чемпионата мира по футболу с нашими сегодняшними гостями. Это Константин Сонин, Ильмар Муртазаев. И в сюжете нашего корреспондента Ивана Воронина об итогах чемпионата рассуждает обозреватель портала чемпионат.com Григорий Теллингатор. С одной стороны, конечно, футбол это не место для политических высказываний. Футбол вне политики, мы все так говорим и все этого хотим. Но в реальности это не так. Футбольная радость, которая, конечно, имеет отношение к политике, к всему, что происходит в мире. Поскольку так или иначе произошло определенное сплочение народов. То есть оно не может произойти, когда ты едешь в купе и у тебя люди с трех разных, четырех разных континентов. Когда на Никольской, на Красной площади обнимаются, выпивают, братают, танцуют, целуются люди разных национальностей. И важно, что мы показали иностранцам, что нет. То есть Россию рисуют там большой, плохой, страшный некоторые СМИ. Мы показали, что нет, у нас есть нормальное лицо. То же самое и многие наши каналы. А вот все иностранцы, Европа, она такая плохая. Нет, там такие же люди, Европа и Латинская Америка. Нам важно было показать и самим увидеть, что люди открыты, что вот политика, она есть, она немножко в другой плоскости существует по сравнению с тем, как народ встречает, веселится, проводит время. Конечно, по возможности политики и наши, и иностранные всячески пытались привязать футбол к каким-то своим целям. Это делалось повсеместно и совершенно в разных странах. Ну, обидно, когда это происходит, когда политики используют чемпионат мира. Для меня, человека, который связан с футболом больше 10 лет, для меня сам футбол сам по себе праздник, вне зависимости от того, там, какой политический режим в стране, какие еще другие политические процессы происходят. Хотя, да, я понимаю, от этого нельзя совсем абстрагироваться, поскольку, опять же, роль организатора, она предполагает какие-то вещи. То есть, мы опять видим, что, там, Путин сейчас передает мяч Трампу, да. Нельзя от этого совсем убежать, но по возможности, конечно, хотелось бы. Григорий Теллингатор в интервью нашему корреспонденту Ивану Воронину. Ну, а мне хотелось бы сейчас поговорить об экономической составляющей. Константин, вот доводится слышать, что футбольный чемпионат даст до 1% ВВП. А насколько это все серьезно? 1% ВВП, это, хочется сказать, очень мало. Ну, представьте, что вам зарплату повысили на 1%, у вас ничего в жизни не изменится от этого. Но, при том, что 1% ВВП, это было бы большое изменение, если бы чемпионат мира. Такого, наверное, нет. Это слишком оптимистичная оценка. Я думаю, что суммарные расходы за все годы, это близко к чему-то, типа 1% ВВП. Но эти расходы, они же и так ВВП, то есть те деньги, которые были потрачены на строительство стадионов, аэропортов, дорог, а так бы они были потрачены на строительство, скажем, ракет, может быть, более бессмысленных или тех же дорог. То есть это 1% это не прибавка. Это ВВП суммарные расходы составляют 1%. Я же говорю, для экономиста, я понимаю, это не то, что хотят услышать, но все-таки чемпионат мира, это слишком маленькое событие в масштабах экономики. Это очень большое событие в масштабах российского футбола. И для российского футбола это сыграет, должен сыграть большую роль. Но в то же время российский футбол, это маленькая часть российского футбола. Это как российская экономика, да, в отношении к мировой. Я, например, поклонник и фанат футбола, и даже там как-то я профессионально немного занимаюсь футболом, но тем не менее это небольшая часть моей жизни. Я, кстати, в преддверии этой нашей встречи прокопал материалы, посмотрел доклад МакКинзи, который готовили по поводу эффекта для российской экономики, посмотрел доклад еще несколько групп, значит, там оценки Альфа-банка, Орловой на этот счет. Вы знаете, цифры разнятся, и вообще называется, как считать, вот Константин, собственно, об этом и сказал. Единственный важный момент, на мой взгляд, вы знаете, я вот не очень понимаю, как оценивать оптимизм и позитивность мышления в экономических терминах. Наверное, Константин, как человек, более погруженный в современную, например, поведенческую экономику, сможет более правильно это ответить. Но, знаете, ощущение счастья, ощущение веры в свою страну, это вещи ведь тоже экономические. Оптимизм – это хорошо. Да, потому что это готовность инвестировать свою страну. Вот в этом смысле эффект этого чемпионата, наверное, в этом. Мы просто поняли, что, наверное, здесь что-то может быть. А это вообще измеряется позитивный экономический, как-то это измеряется, позитивный настрой общества. Оптимизм – это здоровый образ жизни, роль спорта. Это можно померить. И, в принципе, экономисты это мерили. Люди более позитивно воспринимают, люди больше радуются, более счастливы. И этот эффект держится типа полтора-два года от мега-спортивных событий. Но в то же время есть огромное количество других событий. Нет людей, для которых это было бы главным в жизни. Потому что когда человек говорит, что для меня футбол очень важно, но все-таки еще есть работа, семья, все остальное. И вот в остальном футбол очень важно. Но работа и семья – это в 10 раз больше, чем футбол в жизни любого человека. Плюс маленькое замечание. Не дай бог, но представьте себе, что случится опять в какой-нибудь ЧП, которое, к сожалению, в стране происходит регулярно. Для Кемерово, не дай бог. Но что? Я думаю, что, к сожалению, эффект будет вполне негативный, сравним с чемпионатурой. Ну да, и собственно, как была Олимпиада и большие надежды на взлете. Мы все помним, как Путин стоял на трибуне стадиона Фиш, закрывал Олимпиаду, которая на тот момент, как казалось, триумфально выиграла российская сборная. И буквально на следующий день было принято решение о Крыме. Я вот хочу сказать, что я все-таки вижу некоторую большую разницу. Мне кажется, что вот на этом чемпионате мира мы видели гораздо меньше пропаганды чемпионата мира, чем мы видели Сочи. Мы видели гораздо больше честной реакции людей. Я даже вас, Сергей, если посмотреть динамику ваших постов по ходу чемпионата мира, то начинается с одного, окончается все-таки хотя бы с того, что вы делите нашу, как бы футбольных фанатов, радость. То есть уже люди хотя бы стали делить радость. Это было, да. Я признаюсь, что я начинал с большого скепсиса. И мне сложно, в голове мне по-прежнему сложно делить весь этот праздник, эту радость от структурных оснований режима. И главное, от той легитимации, которую футбол, мне кажется, все-таки даст путинскому режиму. то, что понемногу закрывается вот этот вот большой тренд 2014 года. И Россия возвращается в лоно, так сказать, ну хорошо, еще одна авторитарная страна. Но вот есть Турция, есть Россия. У них некие такие экологические особенности. У них холодная зима, авторитарное правительство. Вот. И мне кажется, что футбол очень сильно сыграл на этом поле, вернув Россию в русло такой нормальной страны. Но тем не менее, да, тем не менее, я должен признать, что действительно была большая радость и удивление от того, как наша страна раскрылась и приняла. Я с вами отчасти согласен, но тут, к сожалению, получается такая странная вещь, что все хорошее, что происходит в России, оно является в этом смысле легитимацией режима. То есть кто-то выигрывает Каннский фестиваль, это легитимация режима. Кирилл Серебренников поставил спектакль, который прошел по Берлину, так вот это легитимация режима. Но это же не на деньги режима, а тут это, понимаете, это некий большой пиар-проект режима. 60% от этих, сколько там, 480 миллиардов истрачено. Это 680 миллиардов. Не, ну если кто-то, кто-то сейчас доказывает, научно публикует, работает в высшей школе экономики или в МГУ, или в Сколково, публикует работу в Science, и это тогда легитимация режима. Но вот так, мне кажется, невозможно. Нельзя использовать этот аргумент как универсальную отмычку. Нельзя делать, чтобы все хорошее считалось автоматически легитиматическим. Ну да, отморожу уши на слабабушке. Надо как-то это разделять. Надо критиковать Путина за то, что Сенцов умирает в тюрьме, нужно хвалить его за попытки, за помощь в организации чемпионата мира. Нужно признавать, что он не использовал чемпионат мира для того, чтобы сделать из этого пропагандистский проект. И да, вот не знаю, как-то разбираться на этом. Да, в этом отношении очень интересно с точки зрения идентичности, в том числе идентичности оппозиции, чемпионат мира выявил вот эти вот ключевые противоречия. Да, умение, может быть, у себя в голове либо сплетать эти контуры, либо разводить эти контуры. Это моральные дилеммы российской оппозиции. Володимилов, например, один из лидеров оппозиции, мне кажется, один из самых лучших телеведущих России сейчас, экономических во всяком случае. Он, мне кажется, в своем недавнем посте, он вот очень четко разделяет две вещи. Он очень много говорит о том, что это дорого стоило, это разумная критика, мне кажется, это не слишком дорого стоило, ну, это дорого стоило, и он говорит о том, как там это было здорово, и он считает, что это было здорово, потому что власть немножко держалась в сторонке, что это как бы здорово, поскольку они притушили свою охранительную риторику. Ну да, хотя бы в порядке эксперимента было создано пространство свободы для общества, и, так сказать, власть убрала свои когти. Вот это было создано пространство свободы, это как мы обсуждали раньше, что Сталин мог бы казнить Ахматову, а дал ей возможность жить у каких-то знакомых, и все-таки она могла ходить в магазин сама и покупать продукты. Ну ведь я же действительно не послали в лагерь. Ну да, в этом смысле дать свободы, это в смысле, что не заполнить пространство пропагандой. Наверное, последний вопрос, который успеем обсудить, для российского футбола будут какие-либо долгосрочные последствия этого чемпионата и выступления сборной на нем? Я думаю, да, конечно. Я думаю, на мой взгляд, да, и главная причина, вы знаете, даже не в том, нам надо четко понимать, что когда мы говорим про футбольные школы в Германии, Испании, Франции, надо понимать, что мы имеем дело с хорошо отлаженными системами воспитания, и это не наши с дюшоры, это совершенно коммерциализированные системы, эффективно работающие медицинские системы подготовки людей. Чтобы построить такие системы, конечно, требуется время, требуется институты, простите, и прочее-прочее. Но, слушайте, сейчас после этого чемпионата мира в кружки, в футбольные кружки придут миллионы детей. На мой взгляд, это через 7, 6, 10, не знаю, даст результат. Мы это увидим. Я считаю, что основная роль это в том, что очень хорошо продемонстрировано, что могут быть новые стандарты, новые стандарты зрелища, новые стандарты организации, и что люди за пределами Москвы и Петербурга, они вот это спокойно увидели. Что футбол, это может быть то, куда ты идешь с семьей, что в сущности является, не знаю, аналогом похода в театр или в кино, ну, то есть серьезного современного времяпровождения. И мне кажется, вот эта вещь, то, что это продемонстрировано, это очень важно, и это будет вечно работать. Это, кстати, было забавно смотреть, как наш болельщик. Я был на матче открытия, и я отлично помню реакцию подавляющего большинства окружающих, не знавших футбол, что такое. Когда я пришел на второй матч на чемпионате мира, я с удивлением отметил, что люди пришли уже не просто подготовленные, кокошники, плакаты, люди шли уже веселиться, и это было здорово. Но, конечно, для российских клубов люди, которые не являются футбольными фанатами, это главная аудитория сейчас, это то, что они должны занимать. Выйти за пределы своей экологической ниши. Да, потому что нужно удвоить посещаемость, и мы видим, что в городах, где построены новые стадионы, во всех случаях в Москве и Петербурге, посещаемость удвоилась после построения стадионов. Но надо понимать, что это не те, кто ходит на футбол сейчас, это те, кому нужно зрелище, новые люди. Я думаю, да, подводя итог, можем сказать, что действительно российское общество изменилось за этот месяц, оно проявило себя таким, каким, может быть, другие не ожидали. И мне кажется, что, помимо прочего, это был невероятный месседж власти и всему миру, тому, что люди устали от войны, люди устали от конфронтации к Западам, люди устали от постоянной пропагандистской накачки, и они хотят некой новой нормальности и пространства мира. И хорошо, что футбольный чемпионат на протяжении этого месяца был этим пространством мира, и надеюсь, что этот месседж будет считан, услышан, и на основе его, может быть, когда-то будет сформулирована новая политика. Спасибо за участие в этом эфире. Константин Сонин, Ильмар Муртазаев, меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на Радио Свобода и телеканале Настоящее время.